Сегодня на внеочередном заседании Тамбовской городской думы глава администрации города Сергей Чеботарев отчитался о проделанной за прошлый год работе. Губернатор Александр Никитин сразу же провел глубокий анализ выступления о прошлом и будущем нашего города в материале Павла Юрасова. 2017 год для областного центра знаменовался крупными проектами. Центры единоборств, перинатальный центр, инновационная школа Сколково и это только верхушка. Тамбов удерживает образцовый уровень по росту инвестиций, определяет неуклонное развитие областной промышленности, а в социальной сфере дает фору остальным муниципалитетам. Эти и другие проекты – символы общей тенденции и динамичного развития Тамбовщины и ее областного центра. Я сегодня не хотел бы перегружать вас сухими цифрами и статистическими показателями. Люди давно привыкли видеть позитивные перемены не в отчетах, а на улицах и во дворах города. Скверах и Баркасах. Излюбленные темы для критики сегодня не замалчивались, но и здесь виден ответственный подход. Дорожная политика в 2017 году выявила слабые места. Недобросовестные подрядчики занесены в черный список, а некоторых обязали выплатить немалые штрафы. Беспрецедентные один с лишним миллиард рублей, выделенные на ремонт городских дорог, уже переломили ситуацию. Кто знает, что в Тамбове происходит, это представляет, наши руководители приезжают, в частности, полпредов, заместители полпредов, у которых очень опытный взгляд. У них все регионы, 18 регионов центрального федерального округа. Не будем брать Москву и Московскую область во внимание. Так вот, все, кто знает, что в Тамбове конкретно происходит, не в области, те в пример города Тамбов ставят другим регионам центрального федерального округа. Внешнее благополучие базируется в том числе и на показателях. В Тамбове эти две переменных крепко связаны гармонично растущим вектором. И из садов и парков горожане приходят в теплые дома, получают достойную оплату труда, а дети получают образование высокого класса. И без того исчерпывающий отчет Сергея Чеботарева дополнил блок вопросов и ответов. А комментарий Александра Валерьевича Никитина расставил все точки над «и». Проблем много, но они решаются, и позитивные тенденции берут верх. Павел Юрасов, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей.